Здравствуйте, я Антон Зеркач. Вы смотрите видео, в котором я расскажу о микроциркуляции. Итак, что же такое микроциркуляция? Говоря о микроциркуляции, я подразумеваю три компонента. Это кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и интерстициальная жидкость. Главная задача микроциркуляции – поддержание гомеостаза в организме. Кровеносное русло образовано сосудами разного диаметра. Если следовать от крупных артерий, то вслед за ними идут артерии, артериолы, прекапилляры, капилляры, образующие густую сеть, посткапилляры, венулы, вены и крупные вены. Между артериолами и венулами существует сообщение – артериоловенулярные анастомозы. Они начинают функционировать в случае возникновения необходимости направить кровь по кратчайшему пути, минуя мелкие сосуды. В этом случае периферический тканевой обмен минимален. На уровне капилляров происходит газообмен путем диффузии кислорода в интерстициальную жидкость и углекислого газа в кровеносное русло. Также из кровеносного русла в ткани выходят питательные вещества, а продукты метаболизма покидают ткани через венозную и лимфатическую системы. В норме кровоток в капиллярах не превышает обычно 1 мм в секунду. Проницаемость капилляров зависит от многих факторов. В норме объем притекающей к тканям жидкости равен объему утекающей жидкости и в случае дисбаланса могут возникать отеки. Если эта лекция оказалась для вас интересной или полезной, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков. С вами был Антон Деркач. Будьте здоровы! Продолжение следует...